Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. В Челябинске пройдет фестиваль итальянского кино. Лучшие современные фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами покажут с 14 по 25 февраля. Подробнее о программе события прямо сейчас. Этот фестиваль – особое явление культурной жизни нашего города. Италия очень популярна у нас в модном и гастрономическом направлениях. А что касается кино и музыки, то ассоциации в основном возникают с эстрадой 70-х и ретро-фильмами. Познакомиться с современным кинематографом этой страны можно будет в рамках Российско-Итальянского фестиваля художественных, документальных и короткометражных фильмов. Открывает фестиваль история от главных комиков современного итальянского кино – дуэта Фикаро и Пеконе. Фильм «Закону тут не место» критики называют новым словом в жанре комедии по-итальянски. Знаменитый Микеле Плачидо привезет свою очередную режиссерскую работу «Семь минут». Картина строится на образах 11 женщин, которые воплощают все разнообразие мнений, жизненных ситуаций и проблем, знакомых не только итальянкам. В рамках дня «Апулии» представят фильм «Божьей милостью», который стал открытием 64-го Берлинского кинофестиваля. Это история трех поколений семьи, рассказанная через первую и последнюю любовь. Картину «Мария и Рим» называют «Амелли» по-итальянски. Фильм «Настроение» познакомит зрителей с Римом и его пейзажами в форме увлекательной прогулки по городу. Горджо Амата, обладатель приза зрительских симпатий Российско-Итальянского кинофестиваля, на этот раз представит новую смелую сатиру «О мой Бог», которая заставит зрителя задуматься над тем, на что хотелось бы закрыть глаза. Кстати, для полного погружения зрителей в атмосферу Италии, все картины будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм», продолжаем выпуск. Прошли те времена, когда дизайнерские модные вещи радовали в основном встроенных девушек. Сегодня худоба – не единственный показатель красоты и стиля. Современные дизайнеры с каждым годом представляют все больше и больше интересных оригинальных стильных вещей для дам с пышными формами. Мода плюс сайз перестает быть скучной и унылой. Я бы порекомендовала миксовать это с очень лаконичными формообразующими вещами. Потому что эксцентрика, что-то такое самоироничное, оно, как правило, гипертрофированные формы имеет. Мне кажется, было бы уместным комбинировать это с какими-то очень простыми, лаконичными, такими формообразующими, базовыми вещами. Тогда это будет действительно очень выразительно. Модная одежда больших размеров в этом сезоне вполне демократична. Она не навязывает какие-то строгие правила. В частности, меняется само понятие базовых вещей. К ним теперь относят не только предметы лаконичного дизайна. Я действительно считаю, что базовая вещь, это не значит, что, как завещала Ирина Хромченко, что это обязательно юбка-карандаш и сорочка мужского кроя белого цвета, да, что это обязательно тренч и лодочки на высоком каблуке. Совсем нет. По моему мнению, и, кстати, это согласуется с моим опытом, на самом деле, базовая вещь – это та вещь, которая у тебя миксуется как минимум с тремя вещами из уже существующего гардероба. То есть базовой вещью может стать любая из этих вещей, если она согласована с твоими ценностями и с большинством ситуаций, в которых ты в своей жизни среднестатистически, так скажем, находишься. Очень часто девушки плюс сайз избегают креативных решений в гардеробе. По этой причине изысканных и эффектных вещей в гардеробе катастрофически не достает. Стилисты же рекомендуют перестать скромничать и начать экспериментировать и с цветом, и с силуэтом, и с фактурой. А главное – не ждать тех времен, когда ты вдруг похудеешь. Я за то, чтобы жить здесь сейчас и одевать себя нынешнюю, а не будущую какую-то гипотетическую. То есть, да, надо, конечно, одеваться, но еще раз говорю, надо отталкиваться от своего состояния. Потому что одежда вообще – это очень сильный, на самом деле, инструмент. Она говорит о нас до того, как мы как-то проявляемся в этом мире. Поэтому к этому нужно относиться серьезно. То есть, что мы хотим сказать, куда мы пойдем, какие обстоятельства. И поэтому именно отсюда, мне кажется, вытекает решение, тот или иной цвет надеть или нет. Поэтому, да, в первую очередь, нужно научиться слушать себя. В первую очередь, надо научиться, наверное, себя любить. Я понимаю, что это какие-то такие сложные философские, наверное, понятия, но, тем не менее, как ни странно, вот это для одежды тоже работает. Современная мода доказывает, что одеваться красиво можно вне зависимости от возраста и комплекции. Для того, чтобы собрать стильный и практичный гардероб девушке с размером плюс, нужно наполнить его только беспроигрышными коллекциями. Наряды на любую погоду в салонах женской одежды «Макси Мода». Завораживающие модели и дизайнерские решения для тех, кто не хочет оставаться в тени. Одежда с 46 по 72 размер от лучших европейских производителей в салоне «Макси Мода» на Пушкина 60. ДФМ представляет. Кубок по спуску с горы на необычных катательных аппаратах «Царь горы». 18 февраля. Парк Гагарина. Регистрируй команду и конструируй эксклюзивные сани. Главный приз – гироскутер. царьгоры.таймпэд.ру Целый день для двоих в роскошном спа. И всего за один поцелуй. Влюбленные, семейные пары. Как молодые, так и со стажем. Все-все-все. Присоединяйтесь к нашему романтическому флэш-мобу. 14 февраля. ТРК «Родник» в 18.00. Фотосессия, приятные сюрпризы и главный подарок для самой-самой пары. Подробности в эфире 31 канала и на 31TV.ru Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки». Проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Студия маникюра. Формат салона моноуслуги сегодня набирает популярность. В последнее время таковых в Челябинске открылось немало. Специфику заведений подобного типа изучала программа «Бьюти Тайм». Появление на рынке гель-лаков, которые моментально высыхают и носятся по 2-3 недели, стало настоящей революцией в бьюти-индустрии. И поскольку эти материалы требуют профессионального нанесения, работа мастера маникюра становится востребованной, а нейл-студии популярными. Пришла такая идея, почему бы не сделать пространство модное, современное, в ритме большого города. Где было бы комфортно не только женщинам, но и мужчинам. Тем более, если вы стесняетесь сидеть в общем зале, где мы делаем педикюры и маникюр в четыре руки, у нас есть отдельный зал. Формат такой для тех, кто любит пообщаться. Это какой-то маленький праздник, потому что сюда можно прийти с подругой, можно прийти с мамой, которую вы давно не видели, и совместить приятное с полезным, пообщавшись с ней. Выбирая место, куда пойти делать маникюр и педикюр, стоит задуматься не только о мастерстве специалиста, но и о вопросах безопасности. В правильных студиях всегда готовы предъявить доказательства стерильности инструментов, с которыми работают мастера. Абсолютно все стадии обработки проходят, погружается все в крафт-пакеты, вскрывается именно при клиенте. Что же касается декора, сегодня актуально все, от минимализма до торжества креатива. Команда должна соответствовать общему бренду. Мастер маникюра выступает как психолог для женщин, как подруга. Отдыхают не только телом, но и душой. Люблю очень мелкую работу, дизайнерские решения. Поэтому в совокупности пришла к выводу, что мастер маникюра – это то, что мне подходит. Отвечая реалиям сегодняшнего времени, современные нейл-студии готовы предложить и оформление бровей, и напитки, и круглосуточную онлайн-запись, и даже парковочное место. Тема трикотажа по-настоящему всесезонная. Зимой главным предметом этого направления становится джемпер или кардиган. В наш модный век, когда дизайнеры увлечены различными фактурами, это находит отражение и в простейших трикотажных моделях. Что, кстати, делает их более эффектными, выходящими за рамки будничного кэжела. Фактура трикотажа может быть и в формате объемного 3D-принта, например, имитирующего букле или представленного в анималистической тематике. Еще одна идея с трикотажем осенне-зимнего сезона носит эклектический характер. Графический принт и кружевная аппликация консерватору могут показаться явным перебором. Впрочем, подобного рода идеи вполне в духе современной моды. Их можно смягчить с помощью однотонного низа или же напротив усилить, подаваясь каким-нибудь эффектным и таким же фактурным дополнением. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Вегетарианство сегодня очень популярная тема. И связано это, как правило, с массовым увлечением восточной философии. Между тем, явление это по-настоящему безгранично, как в географическом, так и в историческом смысле. Так, например, растительного рациона придерживались Сократ и Пифагор. А писатель Лев Толстой говорил, что вегетарианство – это не диета, а восприятие мира. Есть в этом также и эстетический подтекст. Некоторые считают, что отказ от животной пищи делает человека красивым. По каким причинам отказалась от мяса известный фуд-блогер Юлия Коношова – вопрос глубоко личный. Но благодаря ее вегетарианской истории мы имеем возможность узнать секреты правильного питания, рецепты легких блюд и секреты их красивой подачи. Самое главное в вегетарианстве – подходить к этому вопросу с умом. Не бросаться в омут с головой, не исключать сразу все продукты животного происхождения, а изучить вопрос детально, посмотреть различные источники, изучить, может быть, какую-то литературу, общаться с вегетарианцами, с людьми, кто так уже питается, попробовать их кухню. И только после этого уже сделать для себя выбор, хотите вы этого или нет. Несколько дней в неделю делать вегетарианскими, даже тем, кто ест мясо, это очень полезно, потому что это снижает количество насыщенных жиров в организме, снижает количество мяса, что немножко очищает организм от шлаков и токсинов. Вегетарианские блюда богаты клетчаткой, что тоже помогает очистить организм и сделать его более здоровым. Поэтому 2-3 дня в неделю вегетарианская пища будет полезна каждому человеку абсолютно. Вегетарианских продуктов очень много, их гораздо больше, чем животных. Это и всевозможные крупы, бобовые семена, орехи, овощи, фрукты, ягоды. Вегетарианцы стараются гораздо больше разнообразить свой рацион, нежели люди, у которых привычный мясной рацион. Вегетарианцы, заменяя, стараются найти как можно больше интересных новых продуктов. И у них рацион получается более разнообразным. По мнению Юлии, вегетарианство – это личное дело каждого. Оно может быть постоянным или случаться периодически в качестве детокс-программы. Может быть жестким или с участием в молочных продуктах. Но главное, чтобы все это не ограничивало человека в его желаниях и не доставляло психологического дискомфорта. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Четвертый российско-итальянский кинофестиваль «Риф» представляет самые яркие итальянские комедии и пронзительные истории любви. Кинопрогулки по Риму и День Апулии, документальные ретроспективы и короткий метр, авторские работы и фильмы для всей семьи. Каждый показ – большая премьера. Путешествие в Италию начинается. Смотрите лучшее итальянское кино на российско-итальянском кинофестивале «Риф». Сегодня подготовка к свадьбе – это череда встреч, обсуждений, переговоров, тестов, примерок и тому подобных мероприятий. Одно из таковых получило название «Бранч невест», что подавали в этот день гостям события, узнала наша съемочная группа. В наш век, когда форма вожда не меньше, чем содержание, такое событие, как свадьба, обставляется особым способом. Жениху и невесте важно проверить не только чувства, но и профессионализм организатора, мастерство фотографа, визажиста, парикмахера и других действующих лиц. Тенденции последних лет показывают, что в рамках свадебных выставок пары, молодожены, родители пар, не получают исчерпывающего количества информации, для того, чтобы у них было полное понимание, а как организовать свадьбу своей мечты, и с чего начать, какие этапы их ждут. Мы решили разрушить этот стереотип и создали свадебное событие, которое назвали «Бранч для невест». Вы знаете, организатор – это такой профессионал, который сочетает в себе очень большое количество профессий, от технических, специальных, до психолога. В свадебные платья даже классической цветовой гаммы могут быть самых разных моделей. В тенденциях сезона – легкие ткани или обилие декора. Вошли в моду сейчас платья средней длины. Они, во-первых, комфортны, во-вторых, они очень изысканно смотрятся, и при этом из труящихся легких тканей. Делятся клиенты на те, кто покупает, и те, кто шьет. Потому что, во-первых, это абсолютная посадка. Во-вторых, это индивидуальный дизайн и неповторимость. В-третьих, это огромный выбор материалов, где можно самим стать в роли дизайнера. Ведь у каждой невесты и у каждого жениха есть свое четкое представление и требование к выбранному наряду. А в импортных либо в покупных там вроде бы все красиво, но вот цветочек находится не в том месте. Требований к макияжу невесты основных два. Он должен быть легким и одновременно стойким. Макияж должен выполнять ряд функций. Во-первых, он должен быть стойким, во-вторых, он должен быть естественным при близком контакте с гостями. Дальше он должен читаться на фото и видео. И при вечернем освещении этот макияж тоже должен выглядеть красиво, играть и читаться. Поэтому невесты не должны удивляться особым ценам на этот макияж. Со свадебным фотографом тоже ошибиться нельзя. Специалисты советуют встретиться заранее с двумя-тремя претендентами и только после этого договариваться о съемке. Звоните и договоритесь сразу же о личной встрече, потому что личная встреча снимает большинство вопросов. Потому что, возможно, если я делаю феерически красивые фотографии, у меня очень красивое портфолио, классная страница в соцсетях, но вживую я не очень приятный человек, то, наверное, не стоит звать меня снимать вашу свадьбу. Основная мысль – подобное притягивается к подобному. Это могут быть очень простые вещи. Это может быть снимок на лавочке в парке, где он сделал вам предложение. Или вы работали вместе, поехали в офис и сделаем кадры у вас. Потому что чем проще они, на самом деле, тем лучше. Главное – это ваше глубокое содержание. Если свадьба удалась, то это почувствуют все – и молодожены, и гости, и даже сами организаторы. Я не знаю, я всегда плачу на выездных церемониях, я всегда сентиментально отношусь в моментах даже подготовки. Но когда ты видишь то, что не просто ты реализовал свои идеи, а твоя идея принесла счастье для людей, наверное, это одна из самых таких больших наград, ради чего мы стараемся, растем и стараемся все большее количество пар рассказать, что можно сделать на их свадьбе. Все выпуски «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите нас по хэштегу «Бьюти Тайм», нижнее подчеркивание, ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин